Плевался, плевался и так и не смог зайти на YouTube посмотреть фильм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В том плане, что по всей вероятности там грушлока стояло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мегафон показывал уровень сигнала в сети 100% то 25% я так и не понял, почему так. Все-таки я отношусь на то, что там возможно стояла аппаратура, которая грушила сигналы. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, сегодня четвертый день. Четвертый день. Утром мне понравился Пульс 115 И содержание кислорода в крови 97% Ну, пульс, наверное, от того, что стал на стоянке прокладывать маршрут и нифига. Субтитры сделал DimaTorzok Пока с площадки не выехал Субтитры сделал DimaTorzok Сколько там метров? Десят, наверное. Там уровень сигнала был уже нормальный. Субтитры сделал DimaTorzok И интернетом был нормальный. Интернет у меня мегафоновский. На втором смартфоне DimaTorzok На втором смартфоне DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok две карты памяти по 128 гигабайт посмотрел в настройках значит каждая карта памяти на 9 часов просчитана на 9 часов в съемке не рассчитываю двигаться 9-10 часов не рассчитываю не рассчитываю не рассчитываю кстати на парковке я сегодня ночевал разговаривал с охранниками они говорят что днем и ночью с пятницы на субботу с субботы на воскресенье приезжает молодежь гомон, крик, шум, музыка орет во всем потом подтвердил мое предположение но ночь была с воскресенья на понедельник поэтому никого не было но наверное погода тоже сыграла роль пасмурно, прохладно вечером было 7,5 градусов довольно прохладно а не очень а а а а а а а а а На ужин вчера у меня была кашонка. Вообще не хотелось кушать, по правде говоря. Нужно было без ужина обойтись. Кстати, стоянка была стрелковой дверь. Как называется круг не знаю, но гильз от ружей. Ружейных гильз было очень много. Не кломбы ими покрасили. У кого-то страсть в стрельбе. Ружейных гильз от ружей. На спидометре 88. На Яндекс навигаторе 85 скорость. Ружейных гильз от ружей. На место предполагаемого привала 723 км показывает Яндекс. Время в пути 8 часов 8 минут. Но время будет гораздо больше, потому что, как вчера видели, и идут дорожные работы, ремонтируют трассу пола. Много времени теряется на этих участках. Стоишь и ждешь, когда встречный поток пройдет. Время в пути 5 часов. Время в перехватить и уберем пропуск. Время в пути 7 часов. Так, сегодня дорога свободная. Это вчера в воскресенье был поток более-менее. Небольшая плотность движения. Сегодня все на работу с утра. Поэтому я думаю, межгород свободен будет. В полотно у дороги сухое. Разметка четкая. Небольшая обочина. Самая малость. Повторяю, что в города не рассчитываю заезжать. Города проходить буду полуобъездной. Потому что рассказать о городе я ничего не смогу. Но было в интернете достаточно много видео и про Мурманск, и про другие города. Почитать можно в Википедии. Основная цель это смеет видео. О качестве наружного полотна, об инфраструктуре, природа какая вокруг. Спасибо за субтитры. Немного нарушил, но я пропустил, а не за мной велись. Еду не быстро. Интенсивность движения достаточно слабая, слабенькая. Это Карелия. Генеральная трасса Пола. На Ленингорске был на железнодорожной станции. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Ночью потом шел дождь, вроде бы так, покрутился немного и не смог найти место для стоянки. Остановился там, где визуально увидел. Утром оказалось, что это площадка ГИБДД. На полотно дороги, видите, шумное и мягкое. Это вот называемый ямочный ремонт, где мягко автомобиль идет. И старое полотно. Крупная фракция ганки. Поэтому шумит. Но там, где уже дорогу отремонтировали, сделали. Я имею ввиду трасса Пола. Там автомобиль идет мягко. Так, режим буду держать. Восемьдесят пять девяносто. Средний расход бензина упал до семи. Наверное, десятой. Мягкое. Потап coach. Шумим. Р notch. Продолжение следует... 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 И убирает через небо. Не знаю, будет виден или нет капот. Я не хотел, чтобы капот мешал просмотру. В режиме 3х4 угол обзора немного сужается. И захватывает значительную часть неба. Москва поехала 111. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это гармошка на дороге, чтобы, если вдруг водитель задремал, его разбудить. Хорошая вещь передо мной. Обратите внимание, какая растительность. Дальше у нас только глаз хватает боковое стекло. Чахленькая такая, низкорослая. Значительно отличается от центральной части. Сейчас мы находимся в заполярье. За полярным кругом. Рассчитываю остановиться возле Стеллы. Полярный круг. Сделать еще несколько кадров. Мне попросили, чтобы автомобиль был виден. Такое селфи Стелла с автомобилем. У 병еты. Продолжение следует. Сделать подготовлено. Первый круг. Продолжение следует дождь. Стелли. Продолжение следует. Машины обгоняют, думают, летется дедок еле-еле. Но мне цель снять видео в хорошем качестве. Это первое. И второй режим движения, самый экономичный. 85-90, это вот так, 80-90. Сейчас расход бензина упал до 6,6 литров на 100 км. Дальность и запас хода на 770 км. Средняя скорость, с учетом того, что автомобиль стоял на стоянке с включенным двигателем и на заправке. Потом останавливался, перенастраивал немножко видеорегистратор. Скорость среды составляет 36 км в час. Железнодорожный состав. Угольные вагоны. Вагоны для соблючих грузов. Ты сделаешь белая карточка? Угольные вагоны. Вагоны для собaxy мы поях дут Mats play. Угольные вагоны у Glas обещания способностей. Вчера мы, двигаясь в Мурманск, остановились, устал мы полярный трог. Многие, многие останавливаются, фотографируются, делают сельфи. Знаковое такое место. Вот тоже товарищ пропустил, он мне аварийка и я на дальнем. Взаимное уважение имеет большое значение при поездках на дальнем расстоянии. Во-первых, сохраняется внутренний комфорт. Он поблагодарил, я ему ответил. Это влияет на настроение, на состояние, на всё. Четвёртый день движения. Что-то пока ещё не определился, наступило второе дыхание или нет. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДОРОГА ПОЛА Движение слабенькое, интенсивность движения слабенькая, помедельник, утро. Движение 8.45 Проснулся не по будильнику, а как организм. Но если вдруг потянет кусок, остановлюсь где-нибудь. Небо пасмурное, серые тучи. Может быть будет солнце. Но сейчас нежелательно, оно было бы прямо в лицо. Восемь сорок шесть. Время. То есть автоматическая, есть ручная. Я поставил на автоматическую, потому что трудно выбрать нормальную экспозицию. Не видя реальной картинки. На тренде жили, там меняешь экспозицию, сразу видно. Экран светлее становится. Изображение светлее или темнее. Недостатком вода таком считаю, вот в моем варианте, это долго ловит спутники. Так, рукавое отмышление. Через полтора километра в съезд поверните на правую. Так, у нас главное. Так, еще одно кольцо. Еще одно круговое движение. Через 500 метров в съезд поверните на правую. Съезд поверните на правую. Прямо шоссе 71 километр. Шоссе 72 километр. Шоссе 72 километр. Так, кольцевую систему прошел. У нас где-то за Манчегорском начинаются ремонтные работы, кажется. Так, расход бензина упал до 6,4 литра на 100 километров. Пройден путь 106 километров. Так, время в пути тут 2,42, но на самом деле сейчас 40, наверное, потрачца в движении. На спидометре скорость 85. На навигаторе 82. Сколько на видеооргастраторе, не знаю. Я отключил функцию, чтобы глаза не назовлили. Периодически рукой проверяю температуру. Видеорегистратор, видеорегистратор датакам 6 макс. С двумя картами памяти. По 128 гигабайт каждая. Вчера посмотрел на внешнем жестком диске. Объем памяти от Москвы до Норманска составил 330 гигабайт. Далее. Нормально Budge. Нормально. Утрейuis. Продей면 пламени. Трап. Сколько на tails. Сколько лет. Свин》. Вчера. Самое. Внешне жёсткий диск на 2 терабайта. Температура он показывает плюс 5,5. Внешне жёсткий диск на 2 терабайта. 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 Облачность не мешает посмотреть на эти тераконы. Это выработка шахты. Внешне жёсткий диск на 2 терабайта. Внешне жёсткий диск на 2 терабайта. Внешне жёсткий диск на 2 терабайта. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Компания 90. Взрывы камера. Внешне жёсткий диск на 3 терабайта. Внешне жёсткий диск на 3 терабайта. А внешне жёсткий диск на 3 терабайта. Продолжение следует... Сзади догоняет... Второй... Второй догнал... Третий... Сзади никого больше не вижу пока... Далеко... Радиостанцию я включил... Радар-детектор тоже... Отдыхает... До... Предполагаемого места... Привала... Шестьсот шестьдесят шесть километров... Запас хода... Бензина... На семьсот семьдесят... Километров... Но впереди... Говорят... Эти вот... Пробки будут... Ремонт дороги... Где идёт... Где... Ближение по одной полосе... Реверсное... Регулируют... Или люди... Или светофор... Вот... Там... Я думаю... Расход... Бензина... Подрастёт... ORT... Режiosis... Продолжение следует... Продолжение следует... У автомобиля нужен кипятильник и другие прибамбасы. Вот, например, на этой стоянке, которая останавливалась на ночь, нет ни кафе, ни столовки, ничего. Это магазинчик там, магазин кафе, но он закрытый. Поэтому я в этом плане... Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. В дальних поездках стремиться к максимальной автономности. Так, метрах 200.